Супергерои возвращаются на улицы города. Только теперь в качестве молодых папаш. У Бэтмена и Спайдермена появились дети. Смотри скорее на Лалилух. Старую фигурку Капитана Америки трансформируем в Бэтмена. Из скульптурного пластилина формируем два уха. Окрашиваем маску и костюм в черный цвет. Золотым акрилом выделяем пояс и овал на груди. А сверху рисуем летучую мышь. В черной ткани делаем прорезы для шеи. А края подрезаем как крыло. Плащ супергероя готов! Джокер уныло ходит по улицам Готэма. Где делся мой извечный соперник Бэтмен? Небо затмили молнии и ударил гром. Думал я о тебе позабыл? Жди своего часа, Джокер! А у меня сейчас есть дела положнее. Из обычной Барби создаем отважную женщину-кошку. Из ткани сшиваем леггинсы, полностью обтягивающие ноги. Отрезаем ремешки босоножек и окрашиваем в черный. Теперь обувь сливается с леггинсами. Возьмите ткани. Здесь швейное ателье? Да-да, скоро будет все готово! Вау! Из глиттерного фоамирана добавим золотой пояс. На таком сроке у женщины-кошки уже должен появиться животик. Вырезаем его из резинового яйца. Синильная проволока сложилась в милые ушки. А вот и кошачья маска! У женщины-кошки как раз заканчивалась процедура УЗИ. Я могу идти, доктор? Вдруг грянул раскат грома и молнии. Ох, от испуга выпал инструмент. Опять вы, мистер Бэтмен, зашли за женой без стука. Рисуем на животике боди-арт акриловыми красками. Желтый круг, а на нем черная летучая мышь. Не могу поверить, скоро я стану мамой Бэтмен-боя. А теперь можно устроить пикник на траве. Маленькой фигурке Пупса наращиваем торчащие ушки. На нем черный костюм и маска, в точности как у папы. Только вместо пояса пока что желтые памперсы. Зато уже есть знак на груди. Из золотистой ткани вырезаем плащ. Это его первый на вырост. Полностью покрываем кроху прозрачным лаком, придаем глянцевый блеск. Ю-ху! Скоро я, как папа и мама, буду летать на крыльях ночи! А вот и вся молодая семья в сборе. Дорогая, как думаешь, стоит вывести малыша на ночную охоту? Ну, знаешь ли, солнца он явно не любитель. Гулять только ночью. А днем ограничимся солнцезащитными очками. Украсим для мини-бэтмена детскую комнату. Вырезаем из желтого фоамирана с ворсом круг. А на черном наметим контуры знака летучей мыши. Аккуратно вырезаем и приклеиваем сверху. Еще одну полоску фиксируем как дугу. И опять пригодится фоамиран. Сюда слетелись черные и золотистые мышки. Ох, сколько их! А держатся они на леске и цветных бусинах. Малыш просто в восторге. Его любимые цвета. Игрушки! А вдалеке стоит статуэтка папы. Ничего, ночью я доберусь и до нее. Спать в такой удивительной семье полагается не в колыбельке, а в бэтмобиле. На глиттерном фоамиране обводим шаблоны деталей. Две боковых панели. Затем склеиваем капот и задний бампер. Используем кофейные палочки. Подрезаем до нужной ширины и крепим их как деревянные ламели. Из золотистого фоамирана вырезаем четыре колесика. Вжж! Вжж! Ну и куда же без знаков Бэтмена на каждое колесо по одному. Добавим две горящих фары и постелим матрас. А сверху набросим меховое одеяло. Сразу видно, кто через несколько лет будет лихачить с папой по ночному Готэму. Жена Спайдермена тоже ждет ребенка. Мэри Джейн, вот твой животик. Отрезаем от резинового яйца полусферу. Примеряем, какого размера будет малыш и прячем его в животике. А стыки замазываем бежевым воздушным пластилином. Стеком наносим пупок. Ох и тяжелый карапуз у меня там сидит. Окрашиваем живот акрилом в телесный цвет, чтобы скрыть разницу с кожей. А сверху наденем розовую фатиновую юбку. Рисуем на животике боди-арт. Надпись – это «Спайдер Бой». Каждой буковке придаем тени цветом темнее. А вокруг имени будет красная паутина. Здравствуй, любимая. Извини, что опять внезапно. Поцелуй любимой жене. Поцелуй будущему малышу. Испачканного попса следует отмыть средством для снятия лака. Сначала рисуем белую маску, потом покрываем красным акрилом все туловище и наносим узор паутины. На груди рисуем знак паука. А трусики окрашиваем в металлический синий оттенок. Дорогой, мне кажется, наш паучок скоро должен появиться на свет. Ммм, это отличная новость. Помни, я с тобой. И Мэри Джейн действительно родила славного спайдер-боя. Сынок весь в меня. Даже узор паутины совпал. Возьмем пару китайских палочек. Плюс несколько палочек для кофе. Наносим насечки. И отрезаем их так, чтобы вышло 4 палочки одинаковой длины. Скрещиваем их крест-накрест и фиксируем термоклеем. Вышло 2 опоры. Сверху на них устанавливаем коктейльную трубочку. А лишние края обрезаем. Стойкие перекладину окрашиваем в красный цвет. Теперь мастерим качельку. Склеиваем ее из красного фоамирана. А спину обрамляем синельной проволокой. Подвешиваем качельку к стойке за два троса из белой бечевки. Продолжаем конструкцию опорами из кофейных палочек. Покрываем их красным акрилом. А между столбами вяжем целую сетку паутину из бечевки. Маленький спайдер-бой с самого рождения привыкает к высоте. Сначала задорно катается на качельке, сопротивляясь потокам воздуха. А затем лазит по паутине. Да так, словно и был создан для перемещения по тонким нитям вместо почвы. К игровой зоне добавим развивающий коврик. Вырезаем фон для паутинки. А на белом обводим красную заготовку как шаблон. Карандашом рисуем контуры паутины. Аккуратно вырезаем узор с помощью макетного ножа. Склеиваем обе детали. Из синяльной проволоки делаем дугу. Фиксируем ее к коврику, а сверху вешаем маленькие бубенцы. Малыш обожает ими звенеть. Детская зона у спайдер-боя получилась отличной. Тебе нравится, сынок? Скоро сможешь играть этим всем вниз головой. Мэри Джейн и женщина-кошка обмениваются советами, как лучше воспитывать их крошек. Дамы, вы здесь не успели заскучать? Детишки, как я вижу, точно нет. Обе пары стали играть с малышами. Такие забавные родились мини-супергерои. Все сюда! Счастливое селфи на память! Щелк! Какая супергеройская семейка понравилась тебе больше? Пиши в комментарии и жми лайк! Подписывайся на канал, и Ла-Ли-Лу позовет тебя в самые невероятные приключения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok